все быстренько вот они заделали все не доделывали в общем листиками здесь закроет я то думала в одной клетке они съедали а здесь ты видел вот понившая он съеденная валяется остатки где-то новая я сегодня смотрю думаю смотри и с обгрызной шеи она где-то вот сейчас ушла туда вдаль а вот у нее с той стороны обрезанная шея но они же не могли нигде пройти нет я имею ввиду а здесь а вон дырка вон дырка смотри в этой стекловать и где у них была норка вот он вот прям где палец видишь так что сетку еще не поставили вчера не доделали ну там где не пилят дырки на до сегодня вот они опять своей старой дорожкой приходили да ничего вон еще одна валяется вон вон голова вон внутри она все погрызанная вот она прям вот она вот короче видите крысы это такие твари это прям все беда какое-то время ходила я съела ела ела ел но мы не могли понять была жара я думаю может они сами выедают прям как только снеслись другие сразу налетают на яйцо и выедают не знаю но я так думаю что надо думать вот потом знали что уже яйца скатились яйца здесь лежат если их сразу не убрали а потом заходишь и они съедены естественно это уже не перепелки вот а потом это прям вот буквально недавно они начали уже их самих есть но естественно не наглеет наглеет им хочется еще вкусненького вот кого не были когда кошки я еще кошек по этот один здесь сидел другой на этой штуке я их гладила и как раз гладила и он задержалась там и увидела ну кстати здесь вообще круто вот и уже вижу позвоночнике его на 1 валяется вон 2 вон это может быть не за сегодня может быть сегодня мы только увидели но и ты вон свеженькая да у этой свеженькая кровь вон она стоит а с той стороны я не могу показать у нее шея конечно обглоданная прям ну за закрыл ты их дырки все они сегодня сеткой закроют а сетки здесь нет где сетка я покажу потому что здесь только юсбишные домики это конечно домики для мышей это домик и для мышей это понятно но вот видите и для крыс и тут еще подмазали вот ну зато и утеплим и сделаем сразу и вот сетку естественно масенька я не знаю сколько она насколько там миллиметров сантиметр наверно сантиметр до примерно мне кажется такая вот и по стенкам натягивать сетку только такой вариант и закрывать листиками обратно эти твари не не упустят ну вон награжена свежего приходили видишь здесь прям на углу по награжена почему-то а это вы отсюда на сметали да эти тварюки какие только закрывать только все бетонировать вообще только хотели давно полосочками этой сетки сделать хотя бы снизу ну такого не было прям чтоб крысы по стенкам лазить ладно мыши да они живут там в этих в утеплениях ну чтоб прям крысы но они за вкусненьким пришли так бы они сюда и не лезли чем сюда лезть то это все да это уже это уже следующее утро на тот день они не успели долго ждали должны были с 12 часам дня привезти листы стекловату эту а привезли я не знаю пол второго он им перезванивал ну где мы стоим горит ждем и потом только я не знаю это не сразу привезли общем и они что успели сделали и сегодня выходной хорошо то бы и вчера заделывали наверное ночью а сегодня выходной фу такая жарище сегодня выходной вот прям обязательно не поехали аж в церковь он будет нет сделать надо обязательно самое главное вот этой сеточкой но сегодня легкая работа с вчера самое вот это противно вот это мерзячие нарезать этой стекловатые запихивать кто чухает и кто кашляет вон денька ушел оттуда потому что в чапчем 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 началось от этого муж делал все это один самая такая противная но не сказать чтоб долгая ну понимаете по времени она занимает отмерить отрезать отмерить отрезать впихнуть и еще подпихнуть и еще что-то там еще где-то отрез вот и вчера они это сделали а сегодня все сетку натянуть и листиками опять закрыть юсбишными доброе утро я сказала я не знаю когда я зашла доброе утро поскольку у нас уже следующий день я уже пришла подарила покормила будем закругляться с молоком все молочко принесла яйца принесла я свою работу сделала сено натаскала им потом уже сделали да не и чем говорит что сетка кончилась там разве уже сделали сетку пока когда кончилось когда вы еще не делали потолок даже сделал смотрите не тут большая клетка у нас большой грудер будет потолок и сделали но это он нами сейчас по ходу решил сделать еще потолок потому что сетку купил только на стену сейчас позвонил в магазин выходной спросил до скольки они там работают сейчас поедете еще а эти не ловят потому что ну вот клетка она стоит возле стенки понимаете все отодвинули они не по полу ходят крысы а вот здесь вот вот прям вот где мой палец вот тут вот дырка была и они отсюда выходили то есть прямо на на эту на клетку а эти сидят здесь мы их на ночь сюда заносим они сидят и тут не поймешь да то ли птицы возюкаются они все равно шушат ночью конечно они когда спокойно им они ложатся и спят вот но все равно какой-то шорох и поэтому и сверху да и они их ночью не успевают а так они ловят хорошо это мы видели на 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 окошко показали на улице они и мышек и крысок молодцы этот а черный тот еще здоровее это вот пузо такое всегда вот папа быстро поехал чтобы уже доделать вот это вот ну потому что это не дело до жалко очень жалко потому что есть наши любимые птички любимая продукция и вот это не дело скормить все просто крысам которые тварь не успокоиться так и будет приходить хорошо у меня же у меня эти маленькие то бруды стоит дома не выносим сюда которые вывелись а здесь уже здесь штуки три сожрали на это прям старушки старушки ну все равно не для крыс же растили а вот эти относительно молодые и они уже отсюда стали есть крыса лучше в сами да да зарезали но естественно вот этих отгрызных ложится но еще живая он там сзади их выкинем естественно резать не буду которых крыса погрызли вот тоже стоит грустно ведь у нее глава вниз она такая грустит она вчера грустила может конечно отойдет а может быть и нет вроде ран у нее нет она чуть стоит просто такая паникает 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 есть такое слово да может она просто в шоке стрессе сколько ночи они приходят и приходят эти твари вон одна там лежит их просто потом взять и выкинуть теперь все делаем жарю печеночку как всегда будет с накорошками какие-то крупные потому что от перепелок есть есть от от уток большие смысле есть большие куски а если совсем маленькие маленькие она разная и часть здесь козлиной опять и все что было я выгребу сюда очень люблю печеночку как всегда к этому варю макарошки обязательно потом все в одной сковородке перемешиваю лучок чесночок и он такой ящик последнее время как захочется когда я почищу кусочками но в основном вот такую штучку потому что потом достал я себе их выковыриваю узбишки стоят я по-мысенькому чтобы не мешаться тут все сеткой закрыли самое главное вам повезло остальным с дальним перепелка